Пасхой поздравляю от Песах Самех, поздравляю всех, сегодня Святая Пасха Господня, 14 Несана, Аллилуйя, спасибо Тебе Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, благословен Господь, благословен Бог наш. Этим утром обновляется милость Твоя, Господь, Боже, благослови народ своим миром, благослови сегодня всех нас, Аллилуйя, благослови Господь сегодня детей своих, Боже, верующих разных конфессий, разной динаминации, Боже, благослови. Да, здесь уже кто-то подключился, всех, кто подключился, благословляю во имя Господне, кто подключается во имя Иисуса Христа. Привет всем с Киева, с Украины, слава Богу, доброе утро, Аллилуйя. Вот, из 1 Коринфянам 5,7. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Аминь. Сейчас это, еще раз, Пасха наша Христос заклан за нас. Аминь. Возвещаем смерть Господню. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Сегодня совершаю причастие хлебопреломления пресным хлебом. У меня маца здесь, так что вот уже вскрытый маца. Да, маца, она вот такая простая. Это обреснок, это ничего, мука, вода, все. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господи, спасибо, спасибо, спасибо. О, спасибо, 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 Господь, спасибо. Ты наша Пасха, Машех, Христос, помазанник. Ты наша Пасха, Мессия. Ты наша Пасха, Иисус Христос, слава тебе. Слава, слава тебе. Ты наша Пасха, Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Иисусу слава, Иисусу слава. Нашей Пасхе слава, Иисусу слава. Луна є пісня над схилами Дніпра. Иисусу слава, Иисусу слава. Співає вільна Україна. Аллилуйя. Иисусу слава навіки, навіки. Иисусу слава навіки, навіки. Слава Богу, друзья. Да, начинаем трансляцію. Вот, добре утро всем, кто подключился уже, кто подключается. Всех благоставляю вас, возлюбленные братья, сёстры. Дорогі друзья, добре утро из Павлодара. Ух ты, Сергей Юрьевич, да мир вам. Привет всем святым в Павлодаре. Слава Господу. Привет всем святым. Привет в Туле всем. Вот. В Украине, в России, во всех странах. В Израиле, конечно, на Ипаче. Да, потому что, ну что, поздравляю всех с Пасхой. Наступила Пасха Господня. Вчера вечером мы встречали Пасху. Вчера вечером мы, вот, я прям в таком и волнении, и всё. Прямо буквально перед Пасхой, за некоторые часы до Пасхи, тоже такое борение было. Вот. Борьба, и враг пытался выбить из седла просто. Вот. Но, знаете ли, когда нас, как говорится, судьба бросает, да, на пол, значит, на землю. Когда враг торжествует, то ненадолго. Потому что Господь, Он поднимает нас. Поднимает в молитве, поднимает нас в духе и в истине, как в своих воинов. Ополчение свое Он выводит из земли египетской. Аллилуйя. Великий исход продолжается, друзья. Только ныне сам Машиах, сам Христос Иисус. Вот. Аллилуйя. Сегодня молюсь за Украину, благоставляю Украину. Вот. Молюсь за Россию, за Беларусь, за Грузию, Молдову, Казахстан. Вот. Разные страны бывшего Советского Союза. Вот. За все страны бывшего Союза, да. Вот. И за все страны нашей страдавшейся планеты. А наипаче, конечно, молюсь за Израиль сегодня. Особо. Сегодня просто вопию. Вопию за Израиль. За Иерусалим. Столицу возрожденного государства. Да. В этом году уже будет 71 год. Просто сегодня как раз, вот, 19 число, да, 19-20. Мы в прошлом году как раз отмечали 70-летие Израиля. Вот. И там, значит, на Фейсбуке есть, как называется, воспоминания, да. Называется воспоминания. Я так бывает нечасто, но открываю эти воспоминания. Последнее время часто открываю. Раньше как-то так, особенно не пользовался этим. Вот. Но интересно. Нажимаю и как раз смотрю, значит, что, какие были события в этот же день, допустим, в прошлые годы. Вот. Думаю, слава Богу. Есть над чем подумать. В некоторых вещах там что-то переосмыслить, что-то передумать, что-то, как раз, за что Бога прославить, поблагодарить. Вот. И интересно. Вот. В прошлом году как раз, да, праздновали. Напоминание такое было на Фейсбуке сегодня мне утром. Вот. Напоминание о праздновании 70-летия Израиля. 70 лет, друзья. В этом году будет 71 год уже Израилю. В этом году. Ну, мы празднули. Вообще, 14 мая произошло шалом, дети, любви, шалом страны, земли, шалом Израиль. Иерусалим, шалом Украина, аллинуя, аллинуя, да, аминь, шалом, шалом, мир, салям, мир, шалом. А шалом это единство с Богом в первую очередь. Единство примирения с Богом, аллинуя, мир с Богом. Вот. И действительно, слава Богу. Спасибо, Боже, за все. Спасибо за шалом Божий. Спасибо. Благослови Господь. Да, Боже. Боже, я прошу тебя, Господь Боже, благослови Господь, благослови. Вот. Исторически Израиль получил независимость и возрождение свое. 14 мая 48-го года. Бен-Гурион зачитал декларацию независимости Израиля. И вот 14 мая, да, 48-го года стало днем рождением страны. Но это было в месяце Иярия. И по нашей старой еврейской традиции мы празднуем это не по солнечному календарю, а по библейскому такому календарю, лунному календарю. Поэтому, да, в календаре исторических дат он, допустим, да, 14 мая отмечено как начало Израиля. Возрождение Израиля, да. Но мы в месяце Иярия празднуем. Вот. Этот месяц между Песахом и Севаном. То есть, получается, такой месяц. Раньше он был месяцем без праздников. А теперь месяц самых великих праздников. Теперь Веру Машиаха. Веру Христову, христианскую, да. Он... Этот месяц стал месяцем величайших праздников. Двух великих праздников. Один в начале Ияра, другой в конце Ияра. Аллилуйя. День независимости Израиля. Да, значит, и Иерусалим снова стал еврейской столицей. Как раз именно события 48-го года и 67-го, одним словом, годов. Вот эти события. 48-го года это когда Израиль провозгласил свою независимость. Возрождение Израиля началось, да. Как страны, как государства. Вот. А в 67-м году это событие войны, когда Израиль вновь взял под контроль Иерусалим. И это враги с позором бежали. И Господь дал вообще просто сверхъестественную победу такую. Вот. Над превосходящими силами противника. Просто если бы не Господь вообще. Ничто не смогло бы вообще совершиться. Но, слава Богу, что все совершилось. И Иерусалим снова. Иерусалим наш, одним словом. Иерусалим наш. Иерусалим снова еврейская столица. Вот. Хотя, де юре это стало позже. И по законам самого Израиля. Вот. А, значит, мировые державы во главе с Соединенным Штатом Америки, слава Богу, за Дональда Трампа, благоставляя его, дай Бог ему здоровечка, его семье, провозгласили, значит, признали таки, признали таки Иерусалим еврейской нашей столицей. Столицей возрожденного еврейского государства. Столицей Израиля. Вот так вот, друзья. Удивительно, конечно. Слава Богу. А сейчас, смотрю, и Румыния вот присоединилась. Недавно в новостях у меня было, в ленте новостей сообщение, что и Румыния заявила о переносе посольства, значит, в Израиль. Молодцы, думаю, слава Богу, дай Бог им здоровечка. Вот, и все, многие уже страны заявили, по крайней мере, если даже и не перенесли еще, то, по крайней мере, уже выразили солидарность с Соединенными Штатами Америки, вот, с лидером свободного мира. И выразили солидарность в переносе посольств своих, представительств, всяких там, значит, администраций, всяких там, туда вот, в Иерусалим, как в столицу еврейского государства, в столицу Израиля. Удивительно. Мы живем в удивительнейшее время, дамы и господа. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Великая Пасха Господня. Пасхальная эра. Пасхальная эра. Мессианская эпоха, это пасхальная эра. Пасхальная эра. Потому что уже два тысячелетия она продолжается, эта пасхальная эра. Наша Пасха Христос заклан за нас. И два тысячелетия Бог выводит на свободу евреев, неевреев, всех, 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 все народы. Представители всех, всех, всех народов, национальностей, культур, религий, традиций, конфессий, динаминаций. Выводят на свободу. Слава Богу. Из царства тьмы в царство света. В царство возлюбленного Сына Божьего. Аллилуйя. Аллилуйя. Господа нашего Спасителя. Сегодня красный день календаря. Сегодня 14-й Ниссана. 3331 года от нашего исхода. Да, 3331 год назад все это свершилось. Перечитываю книгу исход и восхищаюсь Богом Святым. Аллилуйя. И вторая дата у меня обозначена здесь, значит, второй год обозначен 5779. Это от сотворения мира в библейском летоисчислении. 14-е Ниссана сегодня, да. Месяц Ниссан, месяц Пасхи. Вот. Сегодня полнолуние. Кстати, сейчас опять облачка. А ночью в Киеве, вот, по крайней мере, до полуночи была прям яркая луна у нас здесь вообще. Я даже, кстати, я успел, ну, так, сфотографировать некоторые моменты такие. Успел. Вот. Надо потом будет сбросить. Я думаю, на Фейсбуке размещу как раз эти фотографии вот сейчас. Вот. Это полнолуние. Замечательно вообще. Вот. Просто наслаждался этим зрелищем. И в следующем году в Иерусалиме. В следующем году в Иерусалиме встретимся. В следующем году в Иерусалиме встретимся. В следующем году в Иерусалиме встретимся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да, принято говорить по древней традиции, да, как раз на Пасху мы говорим в следующем году в Иерусалиме. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Вот, и в полнолуние этого месяца Бог вывел нас из рабства. Аллилуйя. Поэтому полнолуние этого месяца, Ниссан, этого весеннего месяца, Авиф месяца, Авиф, для нас это время исхода. И мессианская эра. О, спасибо тебе, Господь. Это эра Пасхи, пасхальная эра. Господь сказал, уходя, Иисус Христос, Ишуа Машех, Он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Века сего. Аллилуйя. Он с нами во все дни до скончания века. И поэтому Он, наша надежда, непоколебимое основание. И апостол Павел, тот же Павел, апостол, я сегодня просто начал, кто подсоединился сейчас, Аминь, пишет, да, Гелена, весна. Весна, кстати, весна, это Авиф на еврейском. Авиф, это как раз название этого месяца. Месяц Авиф. Он называется месяц Ниссан в Библии, но также и старое доброе такое еврейское название есть Авиф. Буквально буйство весны, как бы цветение самой, апогей весны. Или просто весна. Поэтому вы прямо вот в точку. Гелена, весна. Так что... А также называется просто первым месяцем. Первый месяц, первый месяц. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Вот. И Он, хотя ушел, Иисус, но обещал вернуться. Вот. И, знаете, Он обещал вернуться. Два тысячелетия, мы ждем Его. Да. Слава Богу. И продолжается Великая Пасха. Великий исход. Ох. И два тысячелетия эти звучат слова, которые прозвучали впервые тогда. Три тысячи триста тридцать один год назад. Let's my people go. Сегодня, наверное, споем, да, на Садере эту песню. Очень люблю эту. Как раз отпусти. Может быть, даже попробую на русском. Ну, я как-то пробовал, но как-то не рифмуется. Но Господь, да, поможет. Может, как-то по-другому чуть придется изменить текст. Но чтобы оно, как бы, для пения было удобнее. Ну, главное, чтобы было в духе и в истине. Господь, да, поможет. Ну, вот именно отпусти мой народ. Отпусти-ка ты мой народ. Отпускай мой народ. Отпусти, фараон, мой народ. Аллилуйя. Звучит. А потом в этой песне еще, там, в первом куплете там поется к фараону, да, слово фараон. А потом фараонс. То есть, буквально к фараонам уже обращение. Отпусти мой народ. То есть, это уже указание не просто на те события 3331 года давности, а события, что сейчас всем фараонам Бог приказывает. Отпусти мой народ. Отпусти мой народ. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо. Let's my people go. Аллилуйя. Да, и сегодня тоже вот празднуем Великую Пасху. Пасху Господню. Ох. И вот сегодня мы уже хрустим Мацой. Уже хрустим Мацой. Сегодня уже причастие совершаем Мацой. Евхаристию. Хлебопреломление. Мацой. Опресниками. И в этом году до 27 числа будем, да, мы хрустеть. Весело хрустеть Мацой. Да, до 27 числа. До субботы. Вот, получается, дни опресночные продолжатся. Да, от субботы до субботы. Вот, и, ну, потому что сегодня вечером Шаббат встречаем мы. Сразу получается и Песах, Седер, значит, да, значит, Седер Пасах, значит, и Шаббат. Сегодня вечером. В 6 часов вечера подключайтесь, друзья, хорошо. Вот, и я не знаю, как получится. Здесь ли сделать трансляцию или получится в другом месте, но Бог усмотрит. Вот, поэтому сегодня что-то придумаем такое интересное, вот, думаю. Вот, потому что здесь оборудовал себе такой уголок, такой, такую студию, где столько можно сидеть. А вообще-то Песах мы вкушаем лежа, лежа, ну, облакотясь, там, возлежав, как цари, короче. Потому что в этот день мы едим, как свободные, на Пасху. Да, и де-юре, евреи были еще рабами. Вот, но они уже, де-факто, были свободными. Потому что они уже еле облакотясь. Да, фараон еще имел над них право, фараон еще претендовал на них. И он считал, фараон и весь Египет считал, что евреи это рабы фараоновы, это его слуги, это его рабы. Вот, и, значит, но эти люди, да, они раньше, конечно же, да, не могли себе такое позволить. Они ели, как просто рабы, вот, сидя, стоя, вот, как просто рабы. Вот, но Бог повелел им есть, как свободным людям. И они впервые, будучи еще формально, документально еще, да, юридически, будучи еще рабами, но в послушании Богу они уже облакотились, возлежали, как цари все, все евреи. Даже самый нищий еврей, самый раб из всех рабов. Даже если его вчера убивали надсмотрщики, вот, даже если он был весь избит, изранен, и еле дышал, как говорится, дышал наладан уже, он все равно, он облакотясь, он пировался всеми, он ел, как царь, как цари едят, облакотясь, возлежав. Вот, это было что-то. А Бог взял и всех исцелил, слушайте, Он взял и всех исцелил. Помните, да, в Библии во время исхода рассказывается, что Он всех исцелил, это ж, шутка ли, это, есть разные служения исцеления, вот, но это было самое великое служение исцеления, которое можно было только себе представить вообще. В истории планетарной истории, в истории планеты не было подобных чудес вообще. Ни до того, ни после того. Не, хотя в служении Иисуса было тоже, Он исцелял всех, да. Были порой такие моменты, порой не мог исцелять, порой исцелял всех, порой некоторых исцелил, вот, по-разному. Но вот мне вот, когда он, когда о Машеахе пишется, что Он исцелил всех, там, в каком-то служении, в каком-то регионе, допустим, да, в каком-то городе, в селе, то сердце радостью просто. Потому что это отголосок вот той Пасхи Великой, 3331 год назад, которая совершилась. Потому что Бог там исцелил всех вообще, всех, 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 всех. Евреев, неевреев, всех, кто вышел из Египта, Бог исцелил всех. Ну, а те, кто остались в Египте, евреи, неевреи, они все были поражены болезнями, проклятиями. Они остались в царстве тьмы. Есть, я напоминаю, что есть еврейское предание древнее, вот, согласно которому, треть всех евреев, потомков Якова, так и осталась в Египте. Так и не поверила Моисею, так и не доверились они Богу Израиля, так и остались они рабами в Египте. Даже после всех казней египетских. И даже последняя вот эта вот казнь, получается, да. Вот, они не водили десятого Ниссана из-за своего жестокосердия, вот, значит, агнцев в свои дома, вот, и подверглись тоже казням, как и все остальные. И так и остались в Египте, так и умерли в Египте их потомки. Вот, вот, но за место отпадших неверием Бог привил верою дикие ветви людей, Гоев, Гоев с разных народов, представители разных народов. Гоев присоединились к евреям, и евреи, и Гоев все вместе образовали один новый народ. Рождение Израиля уже как страны, Божьей страны, еще без земли, земля еще только обещана была, они только шли в землю свою, да. Вот, но, и они шли, шли, пели песню, да, помните, да. Эрет завод халяв, халяв он ваш, в этой земле течет, молоко и мед, в этой земле течет, молоко и мед. Эрет завод халяв, халяв он ваш, эрет завод халяв, халяв он ваш, аллилуйя. В этой земле течет молоко и мед В этой земле течет молоко и мед Они шли, шли, шли Это была страна, это был народ под властью Бога Народ под властью Бога Вот откуда идея была впоследствии взята В Соединенных Штатах образование, когда в Соединенных Штатах Америки было Народ под властью Бога, нация под властью Бога Эта идея была оттуда взята И народ этот под властью Бога, это уже была страна Ароматная страна, Божья страна, ароматная страна Мне нравится, как Валерий Короб написал эту песню, потрясающе Царство Небесное Короб, он уже ушел в вечность Уже в этом году как раз, да, ушел в вечность Но успел оставить потрясающие песни свои И вот, и одна из них, это вот, можете послушать На Ютубе наберите, Валерий Короб У него много прекрасных песен вообще Я так люблю творчество его Вот, значит, и вот эта ароматная страна В Израиле он пел Потрясающий концерт Вот, и вот эта ароматная страна Они еще не вошли в землю обетованную Но они уже шли, они уже были этой ароматной страной Этой ароматной землей Эти люди, эти души, сердца Потому что соль земли, это сами люди Соль земли, сама земля Это не просто даже вот кусочек земли, территории Это сами люди Сами люди, аллилуйя, аллилуйя, спасибо тебе, Господь И даже если люди в изгнании Они все равно люди этой земли Они носители этой земли Алису, соль земли Тысячи и тысячи украинцев погибли в концлагерях Вот, в Заполярном кругом Где-то там в Дальнем Востоке, Сибири Вот, значит, но они носили в себе кусочек Украины Они умирали, как украинцы Они верили в это Они верили, хотя никакой по-человечески веры Возрождение Украины не было По-человечески было, наоборот, полное неверие Все, никогда не будет больше Украины Вообще не будет Украины, как таковой Вот, им говорили это Их расстреливали, их морили голодом, холодом, убивали Но, знаете ли, эти люди, они умирали с этой верой Вот один из примеров таких, да И в разных странах есть подобные примеры Когда люди носители вот этой культуры Носители вот именно вот этой земли И евреи были носителями И неевреи, весь Израиль тогда Из евреев и неевреев состоявший Вышедших из Египта Исцелен был Богом И они были носителями этой ароматной земли Спасибо тебе, Господь, спасибо Спасибо тебе, Царь Вселенной Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо И Он исцелил всех Господь исцелил всех Вот, я молюсь за исцеление людей Очень люблю, как и, наверное, все верующие Я люблю исцелять Потому что, ну, это и весело, и радостно И вообще, это классно, это здорово Вообще, это прекрасно Когда человек был, допустим, да, болен И вдруг он здоров Ну, не знаю, но Это очень хорошо Это очень, ну Это то, что сопровождает жизнь Каждого адекватного, нормального христианина Верующего человека Поэтому это Это сверхъестественное В этом мире Отпадшем мире считается Сверхъестественное Но оно естественным Считается в мире Божьем В мире Да, в мире самого Господа Будем договорить Да, поэтому Когда со стороны Это кажется сверхъестественным А наоборот С позиции Божьей С позиции Слова Божьего С позиции Царства Божьего То есть, когда мы живем в Царстве Божьем Да, то Как раз именно болезнь Она кажется неестественной Понимаете ли Противоестественной И неестественной Вот И многие вещи Которые здесь на земле Кажутся людям Которые вне Царства Божьего Живут Им кажется Что это естественные вещи Это естественно Но Нам живущим В Царстве Божьем Наоборот Как раз видится Многие вещи Которые вчера еще казались Многим из нас Естественными Сегодня они кажутся И видятся нам Противоестественными Или неестественными Так вот И с позиции Допустим Людей живущих Вне Царства Божьего Да Вне Царства Машеха Вне Бога Не возрождены свыше Им кажется Вот Когда человек был болен Помолились за него И он исцелился Это кажется Сверхъестественным Это ощущение Сверхъестественного Есть в этом мире И это часто Пугает человека Напрягает его Мистически Как-то его Зашаривает Там все И как бы Человек Зашторивает И даже пугается Человек Обычно Чаще всего Вот это нормальная Здоровая реакция В общем-то Человек это Сверхъестественное Испуг такой Вот Но Но Как раз С позиции Людей Живущих в Царстве Божьем Именно вот это Исцеление Оно как раз Кажется естественным И видится естественным То есть это нормально Это Ну как бы Это само собой Разумеется Вообще Вот знаете ли По умолчанию Вот и поэтому Когда Вот эти вышедшие Ну порядка Трех миллионов Мы можем предполагать Некоторые исследователи Говорят Порядка четырех миллионов Три с половиной миллиона Ну больше Меньше Потому что Шестьсот тысяч Мужчин Призывного возраста Плюс Значит там Ну да Дети Женщины Старики Плюс Иноплеменники То есть Ну это Большое полчища Большая армия Вышла Из Египта И все эти миллионы Людей Попали Попав в нормальную В естественную атмосферу Бога Они исцелились И то что Они были В Египте Рабами И вся их Естественная прежняя Естественная кавычка Жизнь прежняя Им показалось И увиделось им Неестественной Противоестественной Потому что Попадая в Царство Божье Попадая в атмосферу Царства Божьего Попадая В присутствие Бога Погружаясь в Него Тем более Возрождаясь свыше Видишь Неестественность Противоестественность Многих этих вещей Поэтому самое основное Братья и сестры Мы в Царстве Божьем И это самое основное Самое главное Конечно я понимаю Что разные люди И транспляции смотрят Поэтому Для тех кто еще Ну как говорят Не в теме Не в Царстве Божьем Добро пожаловать В Царство Божье Добро пожаловать Вот Не откладывайте на потом Не откладывайте на Вот И не важно Какой вы там Национальности Какой вы культуры Традиции Какой вы там Религии Не важно Просто погружайтесь В атмосферу Бога Просто окунетесь В океан Божьей любви Призовите имя Спасителя Господа И Ишуа Машеха Иисуса Христа И Сыма Сиха Джисус Крайст Призовите имя Он Его имя Есть любовь Бог Есть любовь Призовите Его святое имя Вот И погрузитесь В атмосферу Его божественной любви На самом деле И пребывайте в Царстве Божьем Пребывайте в Царстве Господа Иисус Христос Он открыл для нас Двери Царства Небесного Он сам Является этой дверью Он об этом говорил Кстати Да Он сам является Этой дверью И Он Сказал Что Он есть путь Истина и жизнь То есть И никто не приходит к Отцу Как только лишь через Него То есть Он открыл эту дверь Никто И ни до Него Ни после Него Не смог Ничего подобного сделать И не сможет никогда Вот Но Иисус Вот поэтому Его подвиг Он бессмертен Его подвиг Он велик Пасха наша Христос Заклон за нас Великий Агнец Божий Во время того Древнего исхода Да Божьего народа 3331 год назад Кровь Агнцев Кровь Козлят Ягнят Была на Косяках Дверей Но Служение Владимира Великого 69 Сейчас там Проходит у них Собрание Служения Вот Не пожалеете Вообще Вот Удивительная церковь Живая церковь Вот Показатель живой церкви Наверное Именно Ну Не просто там Даже организация Структура Или что-то еще Нет Или догматика Правильно Или что-то еще Нет Показатель живой церкви Это живые души Живые люди Которые погружаются В любовь Божью Которые пребывают в Боге И Бог пребывает в них Вот это самое замечательное Слава Богу Поэтому Да И степень нашей жизни Это степень Живости Да Это степень нашего Погружения В любовь Отца В любовь Божью Если зашли В этот океан То Не только пяточки намочите А то было бы чудно Знаете ли Побывать на море Был на море Был Ну и что Да вот зашел Я вот в море Вот просто пяточки помочил И И все И все И ты даже не окунулся Не, зачем Я просто пяточки помочил Все Стопами прошелся По воде Мне нужно И все нормально Ушел Уехал Ты был Весь отпуск был на море И ты только лишь пятки намочил Да Ну мы бы такого человека не поняли Да Вот А другого спросили бы А ты был на море Да Я весь отпуск провел на море Океане Там На острове Буяне Буяне Где-то На островах Ну и как Где-то там На Бали Допустим Отдыхал Вот Там Допустим Месяц Не знаю Много времени Ну и как Море был Да Видел Ну вот я зашел Там По колено В воде Походил И все И ты даже не полностью не окунулся Ни разу В этот море Океан Не Вот это да Мы бы такого тоже человек не поняли А второго А третьего спросили бы А ты был? Да Был Я весь отпуск провел тоже на море На морях Там где-то там Не знаю Где-то На Фиджи Где-нибудь там Вот Вот это да И я только по пояс Заходил в воду Только по пояс Ходил Странно Четвертое Сказал бы А я вот по грудь зашел Там допустим И ты полностью не окунулся В море даже Вообще Что за бред Вот И вот в таком бреду Религиозном Живут очень многие Души христианские На самом деле Заходя в Бога В море Океан Божьей любви То Большинство верующих Даже честно говоря Так вот по моим наблюдениям Только пяточки намочили Только пяточки И все Дальше не хотят Почему-то заходить Думать что это И это и есть все море Конечно Слава Богу Это конечно На безрыбье и рак рыба Говорят Да значит Хотя бы это Хоть что-то Чем ничего конечно Вот значит Да Но Это совсем не то конечно Конечно В более лучшей ситуации Оказались те Кто хотя бы По колено в воду зашел Значит в эту Вот Еще лучше тем Кто по пояс зашел Хотя бы Уже почувствовал Хоть волну Какой-то Хоть как-то Море почувствовал Вот Насладился Кто по грудь зашел Там Еще лучше А еще лучше Окунуться Окунуться Это ни с чем Не сравнимо Океан Божьей любви Океан Божьей любви Нет начала Нет начала в нем Пару раз Пару раз Я там приводил Пяточки 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 мочить А полностью погрузиться Вот В господа В океан его любви И знаете ли Вот Я пример такой Тогда приводил Сейчас что-то Вспомнил Как-то Интересно Вот этого Ихтиандра Помните Да Фантастику Я не любитель Фантастики Такой Ну вот Фильм Помню Да Вот тот Советский Еще Про Ихтиандра Кстати в Крыму Я был в том месте Где там как раз Съемки были Вот этого Ихтиандра Интересно Но давно был Тоже Еще в Крым Тогда Да Еще до войны Короче Вот Значит И что интересно Значит Был у Микса Навожилова В гостях Как раз Я Да Который Сейчас он Он сейчас в Америке Живет Да Пастор И он Проповедник Он кстати Очень хороший Певец Музыкант Кантри Музыка Тоже можете Послушать его музыку Он в основном На английском языке Поет Да И Так вот И про Ихтиандра Рассказывал Пример такой Что говорю Да Значит Человеку Сделали операцию И он Мог То есть До этой операции Он не мог дышать Под водой Да После этой операции Он смог дышать Под водой Вот Он смог там Находиться Пребывать там И вот Когда мы Приходим К Богу То Что-то Совершается Я себе Представил Это как Какая-то Операция Своего рода Не знаю Даже Как назвать Это Рождение Свыше Духовное Перерождение Ты был Одним Стал Другим Совсем Для человека Дышать Под водой Невозможно Он Ну помрет И все Вот Значит С помощью Этой операции Он смог Дышать И вот Бог Перемещает Совсем Другую атмосферу Атмосферу В атмосфере Невозможно Увидеть человека Увидеть Бога И быть живым Невозможно Только лишь Если человек Переродится Духовно Без духовного Перерождения Просто смерть Все Вот Значит И Знаете То есть Оказаться В присутствии Бога Человеку Неперерожденному Отпадшему Отпадшему Человеку От благодати Отпадшему От любви Божьей Ветхому Человеку Это значит Сгореть Просто В этом огне Вот И Но Духовно Перерожденный Человек Попадая В атмосферу Бога Он Как рыба В воде Он Как рыба В воде Он Ну Он Как в огне Он наоборот Он наслаждается Этим огнем Он просто живет Этим огнем Он переплавляется Он Обновляется В нем Это жизнь Он сам огонь Просто Это его атмосфера Теперь Вот И значит Ну это два Два разных мира Два мира Мир Тьмы И мир Света Это два разных мира Свет Попадая в тьму Он Он Только разгоняет тьму А тьма Попадая в свет Ну она не может существовать Просто там Все Во свете Не может Поэтому люди Возлюбили тьму Почему? Потому что Ну боятся света Просто Вот И тот самый безбожник Который умер Не так давно Значит Он писал Ученый Известный Что Религия Как бы Или как там А вера Как он писал Не помню Вера Это Как бы Страх боящихся Темноты Что ли Как-то так Вот Вот И слава богу В Англии же нашелся Еще другой Ученый Только уже верующий Который написал Что атеизм Это Это Страх Боязнь света Боязнь света На самом деле Так оно и есть Вот Это очень хорошая характеристика Безбожие Безбожие Ветхий человек Это боязнь света Не только Не только атеизм Атеизм Это просто Апогей Безбожий Это Это как бы Ярко выраженная Сущность Сатанинская Сущность Отпадшего человека Естества человеческого Вот Значит Но Так или иначе Любой человек Невозрожденный Он Он Получается Любит тьму Не любит свет Боится света Боясь выйти во свет Вот Потому что он понимает Что во свете Он просто Он не может существовать Как ветхий человек А для возрожденного человека Для нас Тьма Ничто уже Потому что мы Во свете Во свете Бог есть свет И нет в нем никакой тьмы Абсолютно Вот И про их тяндра Я пример у себя в церкви Когда приводил То я сказал там тоже Иллюстрацию такую Тоже допустил Такую Что помните Говорю там Как там Даже по фильму По книге Но книгу я не читал Так Только начинал читать Забросил Я честно говоря Раньше не любил читать Вот И Интересно Что Человек тот Он Который Который Сделали операцию То есть Эхтиандр Он мог Какое-то время Выходить В атмосферу В старую атмосферу Но он в ней задыхался Он не мог Долго находиться Там В прежней своей атмосфере Потому что он задыхался Это не Ему нужна была Срочная воды Срочная вода Нужна была ему Вот А потом Наступил момент Такой Да Он все Пытался выходить Как бы На поверхность Да Значит Из воды Быть вне Своей уже Атмосферы Но Он там не мог Существовать долго И чем дальше Тем больше Он просто томился Уже там существованием А потом наступил момент Когда все Он уже Совершенно Он просто умер бы В прежней Он просто полностью Погрузился уже в атмосферу И стал просто уже Новым творением Вот говорю Так же С христианами бывает Что действительно Порой Пытается христианин Выйти в прежнюю свою Как бы Жизнь греховную Но в ней нет Ни удовольствия Ни радости Ничего Он понимает Что это все Это тьма Это тьма Вот И чем Больше он пытается выйти Тем больше понимается Что он просто умрет Он задыхается Просто задыхается Тьма Она ничего не даст Абсолютно все Тьма темная Вот Его сущность Это огонь Это свет Это любовь Это мир Радость Слава Господу Так что друзья Благословляю всех вас Во имя Господне Вот уже Святая тоже Вот И Был вечер И было Вот Наступило утро День 14 Ниссана Да Сегодня 14 Ниссана Кто подключился Поздравляю всех С Пасхой Господней Паки Паки Снова и снова Поздравляю всех Сегодня попробую Что-то записать Тоже Пасхальное Такое Вот Но в 6 Часов вечера В 18.00 Подключайтесь Вот К трансляции Надо таки сделать Этот седр Либо здесь Либо там Ну посмотрим Где сделаю трансляцию Благословляю Великого Господа Всемогущего Поэтому Тоже И по поводу Исцеления И по поводу Решения Любых проблем Я знаю Погружение В океан Божьей любви Вхождение В этот Божественный огонь Любви его В этом все В этом все Есть уже Просто-напросто Никакая тьма Не может В присутствии Бога Просто-напросто Существовать Действовать Потому что Свет действует Он разгоняет Всякую тьму Свет истинный Который просвещает Всякого человека Всякого человека Приходящего В этот мир Просто потом Многие Ну все Забывают Об этом Но Приходя в этот мир Мы все освящены Его светом Человек рождается В этот мир Невинный младенец Каждая душа Освящена Светом Христа Просто потом Люди Взрослеют Вот И забывают Этот свет Но Когда мы Каемся Возвращаемся К Богу Тшуу совершаем Метанойя Совершается В нас Покаяние Возвращение Это к Богу Мы все ощущаем Тогда Что мы вернулись В свое нормальное состояние От чего отпали Вернулись В свое нормальное Истинное состояние К Богу невозможно Прийти к Нему Можно вернуться Действительно Так оно и есть К Нему Мы возвращаемся Спасибо тебе Господь Спасибо за возвращение За Тшуу Спасибо Благословен Бог Наш Царь Всей Вселенной Слава тебе Аминь Совершая сегодня Хлебопреломление Я совершаю Опресником Ну 14 Ниссана Все Наступили Дни Опресничные Хрустим Отцой Господа Братья и сестры Хрустим Отцой До 27 апреля Хрустим Отцой И ешьте Побольше Отцы Братья Я закупил Себя Пресников Разных Вот Поэтому будем Хрустить Отцой И сегодня И завтра И третьего дня И Всю неделю Спасибо Тебе Господь Спасибо Конечно Маца Это Совсем Другое Маца Это Просто Просто Хлеб Здесь Ничего Нету Здесь Просто Мука Вода И все Но Знаете В этом Есть Великий Смысл Все Гениальное Просто Слушайте Это Самое Гениальное Из Гениальных Что Может Есть Человек Мука И вода Все Никакой Закваски Никакого Ображения Вообще Даже Намек Ображения Нет Абсолютно На протяжении Трех Минут Все Маца Испекается И все И уже Вот она Спасибо Тебе Господь Спасибо И Эта Жизнь Бесквасная Жизнь Для мира Сего Для Людей Любящих Тьму Это Просто Пресная Жизнь Жизнь Верующего Это Просто Преснятина Пресная Жизнь Но Для Людей Царства Божьего Любящих Свет И Живущих Во свете Это Деликатес Всех Деликатесов Это Есть Действительно Новая Жизнь И Лучше Моца Но На Свободе С Богом Нежели Макароны По Расписанию У Фараона В Царстве Тьмы Конечно Многие Избирают Куличи Знаете Ли Греха Порока Лукавства Но Мы Избираем Моцу Праведности Святости Спасибо Тебе Господь Бог Может Из Любого Кулича Греховности Сделать Моцу Своей Праведности Да будет так Доверься Богу Друг Брат Сестра Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Царь Вселенной Благословен Бог Наш Царь Вселенной Давший Нам Хлеб Из Земли Благодарю Тебя За Моцу Знак Праведности И Святости Твоей Благодарю Тебя Господь За Время Опресночное За Хлеб Из Земли Боже Плод Земли Из Земли Ты Даешь Нам Хлеб 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 Земной Господь Простой Хлеб Спасибо Тебе Но благодарю Тебя За хлеб Небесный Благодарю Тебя За хлеб Сошедший Моего Благодарю Тебя Господь Аминь Благословен Бог Наш Царь Вселенный Давший Плод Виноградной Лозы Благодарю Тебя За Лозу Земную Благодарю Тебя За Лозу Небесную О Великий Виноградарь Бог Мой Отец Мой Ты Действительно Виноградарь Благослови Виноград Сей Призри С небес С небес И благослови Виноград Сей Благослови Господь Во имя Иисуса Христа Слава Тебе Господь Тело Иисуса Христа Аминь Кровь Иисуса Христа Аминь Новый Завет В теле И крови Господа Моего Спасителя Иисуса Христа И мы С ним Одно Тело Одна Плоть Одна Плоть Мы С Тобой Господи Одной Крови Ты И я Спасибо Тебе Аминь Аминь Спасибо 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 Господь Спасибо За жизнь мира Ты отдал свою жизнь Господь Благодарю Благодарю Тебя Мой Царь Бог Благодарю Тебя За Голгофу За Кровь За Воскресение Твое За Жизнь Вечную Бесконечную Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя Господь Царь Мой Лехаем За Жизнь Аминь 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 Слава тебе Аллилуйя Аллилуйя Братья Сестры Мессианская эра Это пасхальная эра Эра Пасхи Наша Пасха Христос Заклан за нас И он с нами Во все дни До скончания Века Аминь Благословляю Всех вас Возлюбленные Братья Сестры И поздравляю Паки и Паки Как говорится Снова и снова С наступившим Великим Праздником С Пасхой Господней Хак Песах Саме Поздравляю Всем Кашерной Пасхи Наш Кашер Это сам Иешуа Сам Христос Иисус Наша Пасха Это сам Христос Пусть Господь Благословит всех вас Благословляю Ваши дома Родных Ближних Благословляю Сегодня Свою семью Благословляю Свою супругу Детишек Наших Внуков Наших Котов Наших Все наше Благословляю Во имя Христа Иисуса Вот И Благословляю Сегодня Израиль Благословляю Иерусалим Иерусалим Город Великого Царя Благословляю Во имя Господне Пою Это благословение На всех вас Кто сейчас В эфире В прямом эфире В этом И потом Кто будет смотреть Это видео Благословляю Во имя Господне Да Благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да Призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Свою На Тебя И Даст Тебе Мир И Брагословиха Одоннай Ве И Шмариха Я Хар Одоннай Панав Элейха Виху Некхам И Са Одоннай Панав Элейха Ве Йас Элейха Бешем Иешуа Гамошех, Иешуа Мошехейнум, во имя Иисуса Христа Бесии. Бог Аврама Исаака Израиля, Отец наш, Сущий на небесах, Иегова, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и силы, и слава, вовеки. Аминь. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа пребудет, пребывая всегда со всеми нами. Аминь. Благоставляю вас, дорогие друзья, во имя Господне. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать доумножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Его любви святой. Любовь Христа безмерно велика, начало нет и льется, как река, и как волна лапзает берега, и глубока, светла и широка. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя он ждет, давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой, уже пора. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Он возлюбил тебя, меня давно, он возлюбил и тех, кто лишь одно твердили нет и поднимали смех. А он с любовью призывает всех. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. О, если б знал, живущий на земле, любовь Христа, лишь ею дышат все. И если б Бог любовь отнял на миг, то этот мир давно б уже погиб. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Аллилуйя, Аллилуйя.